Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты отвези Андрейку потом к няне, а то опять провозишь в машине, как в прошлый раз Хорошо, а завтра кто будет везти? Я в рейс иду Как? Опять? А что значит опять? Завтра медкомиссия, ты ждал, готовился, я специально договаривалась с врачами Ты что, не хочешь вернуться к работе спасателя? Кредит за машину кто будет отдавать? Ты? И вообще у меня дела свои Отличный отдел семьи? Я все делаю ради семьи Мне все время кажется, что ты вообще очень где-то далеко В неведомом пространстве Уж покой, ребенка лучше Так вот, и смотри, вот так развернула к себе И вот так раз, раз, раз Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Бог в помощь, Маргарита. Я доктора привёз. И Вера Василиевна любезно согласилась нам помочь. Добрый день. Спасибо вам. Я уже не знаю, что делать. Температура в который день держится. Я вас оставлю, подожду во дворе. Как зовут девочку? Марина. Марина. Мариночка, привет. Сейчас мы тебя посмотрим. Смотри, какая у меня штучка есть. Смотри, какая. Вы кормите грудью? Нет, на искусственном. Молоко пропало. Легкие бронхи чистенькие. Да. Молодец. Молодец. А что этого раздражения вокруг ротика? И слюнка течет, мокрая все время. У нее просто зубки режутся. А температура и кашель почему? А температура, диарея, это все от этого. А кашель просто потому, что она не успевает слюну проглотить. У нее внутри бугорки, если бы вы кормили грудью, то вы бы это почувствовали. А что делать-то? Надолго это? Ну, у всех по-разному. Ну, иногда месяцев шесть. Я вам пропишу очень хороший гель, будете мазать, и жарко унижающее. Да, Мариночка? Много у вас подопечных? Ну, пока двенадцать женщин с детьми. У всех тяжелые судьбы, всем некуда идти. Почему они занимаются? Кто что может. В огороде работают, бисером вышивают. Одна сестра даже иконы пишет. На прокорм, конечно же, не хватает, но слава богу, прихожане помогают. На помощь нашему перинатальному центру можете рассчитывать. Благослови вас Бог. И если надо, госпитализируем, мы не к вам приедем. Спасибо. Ирина Ивановна, здравствуйте. Здравствуй, Наденька, здравствуй. Ты что, уже родила? Дома? Третьего числа, девочка. Поздравляю. Спасибо. Ирина Ивановна, я хотела поговорить с вами по поводу декретного отпуска. Мне очень нужны деньги. Надь, мы же с тобой договорились. Ты уходишь за свой счет в отпуск, а я сохраняю твое рабочее место. Да, я понимаю. Просто мужа уволили с работы, и мы намели. Я тебя прекрасно понимаю. Но пойми ты меня. Сейчас очень мало заказов. Новое никто не шьет. Ремонтируем старье. У меня даже не хватает денег выплатить заработную плату девочкам. А ты говоришь о декретных. Слава, здорово! Ну, а что ты с коляской? Ну, тише ты. Любашу разбудишь. Я думал, попивку выпьем. Да, какое пиво? Ты видишь, я на хозяйстве. С работы выгнали. Все как-то навалилось. Я слышал, слышал. Я по этому поводу тебя искал. Мы тут одному бизнесмену дом строим. Так вот, у нас в бригаде маляра не хватает. И что там платят? Нормально платят. Сможешь семью прокормить, квартиру снимать. Ты думай быстрее. А то послезавтра выезжать надо. А это не в городе. Ну, идея хорошая. Ешь, мой маленький, ешь. Чего ты не ешь? Бери, бери. Как ты сочувствуешь? Наглоталась таблеток. Просто все лучше. Ешь, мой хороший. Мам, я хочу с тобой серьезно поговорить. Да, говори. Мне придется уехать на месяц. Юра помог найти работу. Я знаю, что ты любишь и Владика, и Любу. Я тебе ни в чем не виновата. Да. Прошу тебя, не давай Алене обижать Надю. Я скоро вернусь, и мы переедем. Осталось ждать недолго. Славик, ты же знаешь, как мне больно от того, что вы с Аленкой ненавидите друг друга. Да я люблю ее, мам. Ну, ты знаешь, Аленку порой выдержать невозможно. Ну, ты же знаешь свою дочь. Ну, вот. Вот поэтому я тебя и прошу, не давай Аленке обижать Надю. Пообещай. Обещаю. Я присмотрю. Ой, что ты опять? Мам. Вообще. Все хорошо. Все хорошо. Ветеринар приходит на прием к терапевту. Кто-то его спрашивает. Ну, что жалуемся? А ветеринар, ха, так каждый дурак может. Ларик, ты у нас кто вообще? Реаниматолог? Анестезиолог, реаниматолог, с вашего позволения. Ну, тем более. А шутишь, как патологоанатом. Спасибо. Слушайте, скажите об этом Барадзе. Да. Пускай платит мне тройную ставку. Коллеги, добрый день. Мы одобрили кандидатуру усыновителей, подкидыша которого все мы здесь называли сын полка. Так вот, теперь мы его так называть не будем. Сегодня мы провожаем нашего малыша в его новую жизнь. К его новой семье. К его маме и папе. Итак, коллеги. Мы все думали, что этого ребенка отдадут на усыновление Ольге Александровне Еланской. Все знают, что она спасла и выходила малыша. Видит Бог, мы с Верой Васильевной сделали все, что могли для этого. Но комиссия решила по-другому. По-видимому, у них были на это весомые аргументы. Комиссия отдала предпочтение Ольге Александровне и Глебу Евгеньевичу Нискоромовым. Я хочу сказать всем большое спасибо за то, что вы поддерживали нас. Особенно Иларион Борисович Перегудий и Вера Васильевна Заколова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не уезжай, Славик. Прошу тебя. У меня плохое предчувствие. Ну, перестань. Месяц пролетит, не успеешь оглянуться. Это реально выход для нас. Неспокойно у меня на душе. Да, у меня тоже. Но это ж нормально. Я первый раз так далеко от тебя уезжаю. Вот поэтому и переживаем оба. Месяц пролетит, не успеешь оглянуться. В легких и бронхах чистенько. Продолжайте деснам мазать гелем. Если температура поднимется, подавайте то, что я вам прописала. Ну, только дня три, не больше. Я с интервалом шесть часов. Спасибо вам большое. Отец Васильев, я рассказала о вас нашему ночмеду. Он очень заинтересовался тем, что вы делаете. Могу я обратиться к вам с просьбой? Я слушаю вас. Дело в том, что иногда к нам попадают женщины. Небывополучные, без мужей, порой без жилья. Им даже с новорожденным выписаться некуда. Они на грани отчаяния. Есть такие, которые собираются отказаться от своих детей. Могу я в подобных случаях рассчитывать на вашу помощь? Конечно же, Вера Васильевна. Это мой дуал помочь не дать попавшим в беду впасть в тяжкий грех отчаяния. Слушай, ты пойми, сегодня начинать надо все заштукатурить. Ну пойми, завтра Юр приезжает заказчик, он посмотрит, а тут еще вообще ничего не делалось. Владимир Ильич, чтобы переходить на третий этаж, надо сначала леса доточить. Да какие я леса взял потихонечку, доставил и все. Никаких проблем нет. Ну, Юр. Как нет проблем? Они прогнили, дождь прошел. Опасно это. Да какой дождь? Где они прогнили? Совершенно новые, Юр. Ну, ты же понимаешь, мы сколько лет уже вместе работаем. Ну, а я за срочность накину. Ну что, замешали? Ну, давай по лесу. Ага. Давай, давай. Славик, как ты там? А? Как ты там? Что, не видно? Всего хватает. Да уже заканчивайся. Сейчас подадим, да? Давай, подавай там. Славик. Славик. Славик, ты меня слышишь? Ну, как он? Ты вроде только сознание потерял. Слышь, может его в дом затащить, а? Что почухался? Нет, трогать его нельзя. Надо скорую вызывать. Да какая скорая? Ты что, они в полицию позвонят? А если он умрет? Славик, ты где ты там? Славик? Славик. 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 Туㅎㅎа шедла. Дела плохи. У вашего рабочего закрытая черепно-мозговая травма. Серьезный ушиб позвоночника. Сейчас он в коме. Мы готовим его к операции, но понадобятся лекарства. Список. Да-да. Я все куплю. Вот и славно. Оставить у медсестры в реанимационном отделении. Пока все. Спасибо, доктор. Юр, я... Хотел тебя попросить, пока не пришел следователь, твоему другу уже не помочь. Слушай, мне уже скоро 60 лет. Мне внуков поднимать надо на ноги. Ну, правнуки. Здоровья не к черту. Ну, я ж помру в этой тюрьме. Скажи, что Славик сам отказался от страховочного ремня. Что травмировался по собственной неосторожности. Ну, я ж в долгу не останусь. Ну, ну, войди ты в мое положение. А если родственники захотят провести расследование? Слушай, я ж денег заплачу. Ну, потом, когда дело закроют. То есть, это мне с родственниками надо говорить. Ну, так поезжай, ну, переговорите. Ну, я никого не обижу. Ну, я никого не обижу. Ну, я никого не обижу. Привет. Привет. А так соскучилась. Это тебе. Спасибо. Так ты не сказал, почему Славик нет. Отлично выглядишь. Спасибо. Пойдем. Ален, в общем, со Славиком несчастье случилось. И он сейчас в коме. Какой ужас. А что случилось? Ну, упал с третьего этажа. Не подумал о технике безопасности. Ну, это все уже не важно. Потому что уже ничего не изменить. Ален, сейчас главное подумать, как правильно поступить. И наш прораб Николай Владимирович очень переживает из-за Славика. Не переживает, потому что за себя испугался. Вот не кипятись, Ален. Ну, вот не надо. Он очень хороший человек. И обеспокоен происходящим. И готов заплатить тебе и твоей маме, чтобы к нему не было претензий. Он говорит, что не обидит. И я ему верю. Тут теперь важно подумать, как Наде об этом сказать. Ничего ей говорить не надо. Если Наде узнает, она сразу же поедет к Славику. Потом привезет его в нашу квартиру и будет ухаживать до тех пор, пока он не умрет. Как же мы? Как нам жить? Мать почти слегла. Если рядом еще и брата положить. Что, терпеть это все до старости? А что ты предлагаешь? Позвони прорабу и скажи, что мы согласны на его условия. Как? Только пусть Слава в больнице полежит, пока из комы не уйдет. Если будет. А Надежа, что будет так ждать, пока он не окочурится? Извини. Здесь просто еще нет пищи Славы. Здесь телефон, документы, числа. Юр. Помоги мне. Ради нашего с того счастья. Что-то реально. Юра, привет. Здравствуй, Надя. А Славик тоже приехал? Нет. Славик не приехал. Почему? Его не отпускают с работы? Просто у Славика выключен телефон и я не могу до него дозвониться. И не дозвонишься, Надя. Ты прости, что, может быть, я такую новость говорю без подготовки, но... У Славика другая женщина. Он теперь живет. У нее в квартире. И ты ему не дозвонишься, потому что он не собирается возвращаться. Как такое может быть? У нас же дети. Присядь. Прости, что мне пришлось тебе об этом сказать. Надеюсь, ты понимаешь, что теперь тебе придется уйти. Уйти? Куда? Я не знаю. Но здесь ты оставаться больше не можешь. Ты и нам никто. Алена, а я ведь и в суд могу обратиться. Люба и Владик это дети твоего брата. Суд не позволит вышвырнуть их на улицу и меня вместе с ними. Я у вас комнату отсужу. Мама. Мама, а ты слышала, что она сказала? Она собирается отсудить у тебя комнату, мерзавка. Надя, что ты говори? Антонина Петровна, получается у меня нет другого выхода. А с кем ты собираешься судиться, дорогая? С моей матерью? Пожилой женщиной со слабым здоровьем? Что я слышу, а? Вот так ты решила отплатить мне за то, что я приютила тебя с детьми в своем доме? Возможно. Возможно. Мама. 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 Ответь, пожалуйста, Славик. Ответь же, я тебя очень прошу. Мама. Почему тут дядя сказал, что папа больше не вернется? Тот дядя не в себе, сыночек. Не слушай его. Значит, папа вернется? Ну, конечно. Ты довела маму до инсульта. Это подсудное дело. Скорая уже едет, так что, если не уйдешь сама, я вызову полицию. Что будет с детьми? Почему Славик сам не приехал и не позвонил, не сказал, что у него другая женщина, а через вас Юрий передал? Этого я не знаю. Угу. Может, хотя бы заехать где-то? Заедет. Закончит объект и обязательно заедет. Мам, приезд Славика ничего бы не решила. Сказал бы то же самое, что и Юра. А может, и хорошо, что у Славы появилась другая женщина. Зато мы узнали, что Надя змея подколодная. Какой-то страшный сон. Я не могу в этом обидеть. Мам. Это все. Юра, вызывай скорую. Выпей. Я не хочу я твоей. Воды я твоей не хочу. А куда мы едем? Мы никуда не едем, маленький мой. Мы едем к папе? Нет. Мы будем здесь ночевать. Так, давай я покормлю Любу. Пожалуйста, не уходи далеко, ладно? Ну, давай покушай, мой родной. Чего ты не кушаешь? Давай. Молоко пропало. Чем же я теперь буду тебя кормить? Мы что-нибудь придумаем, крошечка моя. Все что-нибудь придумаем. Мальчик, ты что делаешь? Где твои родители? Ну, где твоя мама? Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваш мальчик? Мой. Он пытался украсть конфеты. Пройдемте со мной. Владичек, это правда? Алена, ты поедешь со мной? Да, мамочка. Вы только не переживай. Постарайся, не переживай. Не думайте о том, что произошло. Надя не стоит твоих волнений. Алена, не оставляй меня. Ну, конечно, мам. Я буду с тобой. Я прошу тебя, не оставляй меня, ладно? Все это хорошо. Ну, потому что… Да, я буду с тобой. Держи. Я буду ждать этого. Ну, пока. Держи. Так. Значит, местной прописки нет, да? Да. Куда следуем? Дело в том, что я никуда не следую. Мне просто всего одну ночь с детьми надо переночевать на вокзале. А завтра я уже найду жилье. А почему за ребенком не следим, а? Он украсть хотел. Владик, сядь, пожалуйста. Это… Он не собирался красть. Я не знаю, это просто какая-то случайность. Случайность? Бродяжничаем, значит. Я вас сейчас в обезьяннике закрою. А детей в детский приемник определил. Да за что? За что? Сейчас, сейчас. Сейчас, маленькая. А мужа где? Мужа? Пожалуйста, помогите мне. У меня пропало молоко. Мне нужно дочку покормить. Мне смесь нужна. Ну, мне больше некому обратиться. Мне некуда идти. Ночь на дворе. Ну, у кого мне искать помощь? Вы же полицейский. Помогите мне, пожалуйста. Полицейский. Полицейский. Значит, останетесь здесь до утра. Я все равно всю ночь в зале работаю. А утром… А утром, чтобы ноги вашей здесь не было. Хорошо. Хорошо, конечно. У моей жены на нервной почве после родов тоже молоко пропадало. Так что успокойтесь и поешьте. Ребенка пока. Спасибо ему большое. Я маленькая. Мама. Привет. Доченька. Ну, как ты? Ну, ничего. Ничего. Мама. Мы с Юрой решили пожениться. Не вовремя как-то. А чего откладывать? Ты со Славиком виделась, разговаривала с ним, а? Что это он такое удумал? Его телефон все еще отключен. С ним нет связи. Неспокойно у меня на душе. Какое-то предчувствие нехорошее. Я не доверяю твоему Юре. Не может быть, чтобы Славик все через него передал, а сам не приехал. Он нам что-то недоговаривает. А ты за него замуж собрал. Мама. Юра нормальный мужчина, а Славик с ним все хорошо. Не переживай ты так. Это мне плохо. Я не могу. Вы мучите меня. Что ж такое? Доктора! Отмеряем по долевой нити сорок сантиметров. Это будет наша длина юбки. Это что такое? Ирина Ивановна, мне нужна помощь. Владик, постой здесь. Что это у вас там за страсти? С мужем разошлась, что ли? Долго рассказывать. Денег у меня нет, жить мне негде. Откуда ты взялась со своими детьми на мою голову, а? Ирина Ивановна, я могу работать две смены. Могу убирать здесь мастерской. С работой сейчас очень тяжело. Я на твое место взяла время на швилье. А вот с жильем что-то придумаем. Если хлам весь убрать, вполне можно раскладушку поставить. Электричество есть. Вот, правда, холодно, но все же подвал. Вот. Ой, спасибо вам, Ирина Ивановна. Подожди, благодарить. Поживи сначала. Мама, а мне здесь нравится. Ведь лучше так, чем на улице. Ну, конечно. Ну, обживайтесь. Мама, мне холодно. Ну, иди ко мне. Я тебя обниму, и ты согреешься. А когда папа вернется? Лучше тебе сказку расскажу. Лучше тебе сказку расскажу. Да. А можно Славика к телефону пригласить? Он сейчас занят. А тебе лучше сюда не звонить. Он к тебе не вернется. Мама, а ты с папой разговаривала? Нет, сыночек, номером ошиблись. Ирина Григорьевна, добрый день. Ирина Григорьевна, добрый день. Мне ваш доктор сказал, что я могу вас навестить. Спасибо. Ну, как вы сегодня? Нормально. Что меня беспокоит? А, Верочка, всех умирающих беспокоит только одно. Страх одиночества. Ну, говорят, и это проходит. Еще чего. Вам вшили новый импортный клапан. Все будет хорошо. Скоро домой поедем. Ну, да, да, да. Вы забываете, что я сама доктор. Лучше расскажите, как дела дома. Нормализовалась? Ну, с мужем видимся редко. Он в разъездах. Такой человек в перекате поле. А с кем Андрейка? Андрейке нашли няню. Господи. Вы знаете, у него такой взгляд стал какой-то осмысленный, более серьезный. Послушайте меня, Вера Васильевна. Хотите сохранить семью? Сделайте все, чтобы все ваши мужчины были рядом с вами. Как это сделать? Пожертвуйте работой. А это вы мне говорите? Я не ослышалась? Не ослышались, Вера Васильевна. Вы без работы не останетесь, да и больница без вас не пропадет. А вот мужа вы можете потерять навсегда. Дети вам этого не простят. О, как у вас здесь холодно. А я вот вам кипяточку принесла. Жар не спадает. Ой, погубим мы с тобой ребенка. Холодный подвал не место для младенца. Знаю, но идти-то нам некуда. Отнеси девочку в перинатальный центр. Там лучше оставить ее в бэби-боксе. Слышала про такой? Там Любочку подлечат врачи, и ты сможешь ее потом забрать. Когда обустроишься, найдешь приличную работу. Ну? Нет, нет, это не для нас. Подумай над тем, что я тебе сказала. Подумай. И�и. Мама, это же самое. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Лидия Антонова, ну-ка посмотрим, кого это к нам подбросили. Так, так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ка. Ой, здесь записка. Девочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И она вся горит. Я обязательно, я обязательно тебя отсюда заберу, доченька моя. Я сейчас... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова